Всем привет! Сегодня на обзоре мини-мультитул от компании WBN. Называется мультитул G3. Конечно, нано я его назвал просто в шутку, никаких нанотехнологий здесь нет. Но мультитул и правда настолько миниатюрный, что может показаться, что это просто игрушка и что-то несерьезное. Конечно, это игрушка. Но игрушка лишь отчасти. Сегодняшний обзор я записываю в перчатках, как грабитель банка. Дело в том, что само по себе изделие настолько миниатюрное, а камеры настолько сейчас хорошие, что слишком хорошо передают все дефекты кожи, ногтей. А решил вас не раздражать и натянуть перчатки. Изделие так хорошо продумано, аккуратно и тщательно изготовлено. Такие используются материалы классные и на ощупь, и по внешнему виду. Что сомнений нет. Производитель очень постарался. И вещь, как изделие, на самом деле достаточно серьезная и высокотехнологичная. И сделано это все с любовью, с фантазией и желанием удивить. Что, в принципе, мне очень нравится. Я всегда люблю такие штуки. У меня набор, состоящий из двух мультитулов. Он упакован вот в такую вот металлическую коробочку красивую. Такой кейс, который, в общем, не стыдно кому-то подарить. Спойлер. Там есть магнит. Открываем коробку. В коробке два мультитула. Темляк. Что-то еще непонятное. Один мультитул с вот этой частью из алюминия. Второй мультитул производитель называет эту часть колпачок из нержавеющей стали. Мультитул из нержавеющей стали украшен вот такой вот гравировочкой. Производитель говорит, что это что-то на индийскую тематику. Индийскую. Возможно. Ну, тут настолько все мелко, настолько все тонко, что что-то разобрать конкретное, ну, лично у меня не получается. Ну, и давайте посмотрим, что из себя, в общем-то, представляет изделие. С одной стороны колпачок, крепящийся на магните. Играться можно им довольно долго. И здесь находится нож. Я думаю, что задумывался он как нож для вскрытия посылок. А с другой стороны откручиваем. Под прокладкой находится ручка. Этим я писать еще не пробовал. И видели, да, что стержень заглушен. А вот этим я пользовался достаточно долго. И посылки вскрывал, и писал. И, как ни странно, ну, казалось бы, да, что тут может быть удобного. Такая микроскопическая вещь. Ну, наверняка неудобно. Нет. Конечно, удобства особого нет. Но и он не настолько неудобен, насколько может показаться. Помимо двух этих мультитульчиков, в коробке пять запасных стержней. И вот такой темляк. Присасывается колпачок, закрывающий лезвие не слишком сильно. Я носил больше недели на ключах. У меня он ни разу не соскочил. Но вообще, теоретически, я предполагаю, что соскочить он может и потерять его вполне реально. Вторая часть, как я уже говорил, на резьбе закручивается вот под такую вот прокладку. Ее смысл мне до конца не ясен. Может быть, чтобы не сохли чернила. Может быть, чтобы самооткручивание как-то предотвратить. Может быть, это влагозащита. Для себя я так и не понял, зачем эту прокладку производитель сюда поставил. Если у вас какие-то мысли на эту тему есть, пишите в комментариях. Мне будет интересно. Ну, видно, да, какая обработка хорошая. Я сейчас зумом снимаю. Каждую пылинку видно. Лично мне больше по душе вот этот вариант алюминиевый. Без всяких гравировок. Я его и носил. Колечко, если оно не нужно, можно снять. Поставить сюда какой-нибудь темлячок из тонкого параккорда, например. Попробуем испытать этот чудо-инструмент в деле. Для начала попробуем что-нибудь написать. Мне через камеру очень неудобно. Ничего не видно. Да и писать я уже разучился. Но в целом, пользоваться им не настолько неудобно, насколько может показаться. Вполне. Да вполне. Закрываем ручку. На очереди открытие посылки. Наш чудо-клинок. Удивительно. Но всё открылось. Дайте попробуем что-нибудь просто разрезать. Вот такую картонку мне насквозь не прорезать. И знаете, что я хочу сказать? Что это на самом деле говорит о хорошей продуманности данного инструмента. Вот такая форма клинка режущего. Она сделана не просто так, не просто, чтобы сэкономить даже место в мультитуле. Это сделано для того, чтобы при открытии посылок свести к минимуму возможность повреждения содержимого. Если бы клинок был заточен не так тупо и был бы подлиннее, можно было бы его продавить внутрь посылки и там что-то повредить. Но здесь, видите, довольно неглубокий разрез, но режет он, хочу сказать, очень уверенно. Здесь ничего нет, никаких следов не остаётся. Видите? Насквозь не прорезает. Ну, это же хорошо. Давайте попробуем сделать какие-нибудь выводы насчёт этого инструмента. Ну, конечно, инструмент очень специфический. И инструментом-то его можно назвать с большой натяжкой. Но, тем не менее, для фанатов EDC, для фанатов всяких приколюх, гаджетов и необычных вещей, просто классная штука. Отличная игрушка. Я именно так её для себя позиционирую. Ни для каких серьёзных задач она не предназначена. Она предназначена для того, чтобы каждый день, таская её с собой, вы получали от неё удовольствие. Играли с ней время от времени. Иногда даже что-то там ей писали. Может быть, несколько раз вскрыли посылки на глазах у друзей, вызвав этим, естественно, удивление и вопли. Ух ты, дай посмотреть. Сам по себе набор. Да, и любой из мультитулов отдельно выглядит довольно аккуратно, тщательно сделанным. В общем, достаточно дорогим. Для подарка его использовать однозначно не стыдно. О какой-то практичности и необходимости его иметь в хозяйстве я вообще не буду говорить. Здесь каждый решает сам. И каких-то объективных необходимостей в покупке такого мультитула, конечно, не существует у нормальных людей. Но для фанатов очень даже прикольная штучка. Очень приятно с ним играться, держать его в руках, удивлять кого-то. И вообще окружать себя какими-то довольно интересными, забавными, хорошо сделанными, красивыми вещами. Вот такой вот мультитул, такой коротенький обзорчик. Если какие-то мысли есть на тему необычных мультитулов, пишите в комментариях. Очень люблю их считать, мне очень интересно. Большое спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки, подписываться. Вот это вот все. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok